Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И вначале расскажем о погоде. Сегодня в Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1, минус 6, днем 4-9 со знаком «плюс». А в горах ночью до 11 градусов мороза, днем минус 1, плюс 4. Ночью и утром на дорогах местами гололедится. В Черкесске сегодня без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1, минус 3, днем 5-7 выше нуля. Наша землячка Анастасия Бобровская стала победительницей всероссийского конкурса красоты «Красавица России», обойдя 80 претенденток. Помимо этого, она принимает активное участие в различных молодежных проектах. И дважды становилась обладательницей двух грантов «Росмолодежи». Об участии в конкурсе, общественной деятельности и планах на будущее в эти минуты в нашей студии Анастасия расскажет моей соведущей Бейли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Настя. Доброе утро. Я благодарю тебя за то, что ты нашла время, приехала сегодня к нам в гости. И сразу хочу поздравить тебя с такой прекрасной победой. Ты стала победительницей всероссийского конкурса «Красоты, красавица России». Спасибо большое. Конкурс проходил в Москве. Причем ты обошла 80 участниц. Это большой успех, я считаю. Как ты принимала решение участвовать в этом конкурсе? Ты выигрывала конкурс тут на месте. Как ты поехала туда? Ну, изначально я никогда в этой сфере не была, не состояла. И да, наш региональный конкурс «Мисс Черкес», «Краса Карачаево-Черкесии» – это был первый такой толчок. Я попала на него. У нас тут тоже была достаточно большая конкуренция. И тот, кто побеждает, тому предоставляет сертификат для участия в Москве. И там уже нужно было ехать обязательно, представлять республику. Ну, почти 100 участниц было. Программа сложная была? Программа, ну, как сказать, достаточно сложная, особенно если в этой сфере человек не находился до этого. То есть собеседование, фотосессии 3-4 дня нас мучили. И потом в конце фестиваль был, было три выхода – национальный, спортивный выход и выход в вечерних нарядах. Ну, достаточно так сложно было для человека, который не подготовлен. Постоянные репетиции, тренировки. Я представляю, какой шок для тебя был, да, Памеда? Для меня, да. Во-первых, шок. И вообще, в принципе, так как я такой человек, который в этой сфере никогда не был, я никогда не думала, что конкурс красоты – это так трудно. Я как-то не задумывалась об этом даже. Вот помимо конкурсов красоты, ты ведешь активный общественный образ жизни. У тебя на все своя точка зрения. Я знаю, что ты даже победительница, обладательница двух грантов Росмолодежи. Так? Да, да, все верно. Я учусь в Карачаево-Черкесском государственном университете, он сейчас уже в магистратуре. И за это время, да, посетила огромное количество разных форумов, площадок интересных. Реализовала два социально значимых проекта в нашей республике. И в основном вся моя жизнь задействована была в этом направлении. Ну, насколько я знаю, тебя пригласили уже на международный конкурс. Да, это обязательно. Но из-за того, что сейчас пандемия, как мы знаем, непростое время, это все переносится. Но предварительно сроки огласили в январе будущего года. Готовишься? Ну, потихоньку готовимся. Я желаю тебе только победы и спасибо, что утром была с нами сегодня. Спасибо тебе, удачи. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Крачаевская редакция» в 14.30 «Вести» с Ашемезом Пхешховым. Удачного дня и встретимся завтра. Выставка «Белка» на раз, два, три. Много шуб – это раз, скидка 30%. Это два, раз срочка и это три. С 4 по 6 декабря в Центре развития предпринимательства. Биберлэнд. Миру сыр. Изготавливаем ворота, навесы, перила, металлические и кованые двери. Выезд, замер и установка бесплатна. Телефон 8-928-787-0381. Инстаграм «Ворота», нижнее подчеркивание «Умар». Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис УМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса УМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.